В Одессе 2 часа дня. Мы начинаем работу в эфире. Вы смотрите новости в прямом эфире 7 канала. В студии Игорь Буренко. Здравствуйте. Сегодня ночью мужчина выпал с 15 этажа высотки. Инцидент произошел после полуночи на улице Высоцкого в Суворовском районе Одессы. По предварительной информации погибшему был 41 год. В возможных причинах трагедии, а также был ли это суицид, разберутся правоохранители. В автомобиле, который перевернулся вчера на седьмой станции Большого Фонтана, находился вор в законе. Об этом сообщил начальник областного управления полиции Дмитрий Головин. По его информации, мужчина, который пытался скрыться от патрульных, 38-летний вор в законе Заза Кацадзе. Его и еще двоих мужчин полицейские застали за попыткой проникнуть в чужую машину. Два человека скрылись пешком Заза Кацадзе на автомобиле. Началась погоня. После аварии водителя в законе задержали. Как говорится, передавал воровские традиции личным примером, а еще имел в планах крышевать барсеточников Одесской области. Но недолго музыка играла. Задержан по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Закупка машин скорой помощи, обустройство площадок для выгула, бесплатная стерилизация и специальное оборудование для приютов. Программа охраны животного мира и регулирование численности бездомных животных требует увеличения финансирования. Обсудить изменения собрались представители зоозащитных организаций, Одесского департамента экологии и волонтеры. Я хочу подчеркнуть, что программа работает уже 10 лет. В прошлом году мы ее продлевали до 2021 года. Результаты этой программы действительно ощутимы. Проект скорой помощи для животных вызвал множество вопросов у зоозащитников. По их словам, идея хорошая, но механизм ее работы непонятен. В детали программы их не посвящают. У волонтера опекунов существуют уже вопросы, а будет ли она работать так, правильно, как хотелось бы. И достаточно ли одного фельдшера? Конечно, нет. И сколько там будет фельдшеров этой скорой помощи? И сколько будет денег выделяться? Потому что, понятно, если будет маленькая зарплата у работников, то, может быть, у них будет соблазн как-то себя вести неправильно. В свою очередь, в департаменте экологии пообещали организовать круглый стол для общественников и предоставить все документы по проектам охраны животных. Дату проведения назначат после принятия программы на предстоящей сессии городского совета. Одесская область не дотянула до среднего уровня в индексе евроинтеграции и экономического развития Украины. Такой рейтинг подготовили в рамках проекта продвижения реформ в Украине при содействии Европейского союза. Необходимо усилить работу в направлении консультирования малого-среднего бизнеса относительно программ трансграничного сотрудничества, которые доступны для Одесского региона, относительно того, какие запросы предприятия могут делать, стимулирование предприятий к получению статуса уполномоченных экспортеров в странах ЕС. В Одессе пройдет фестиваль «Маслина» 17 и 18 февраля. В горсаду будут угощать блинами, проводить мастер-классы по изготовлению кукол-мотанок и научат готовить безглютеновые блины по-одесски. К тому же для гостей выступят духовой оркестр и группа «Карнавал» с ходулистами. На протяжении двух дней на территории городского сада будут проходить угощения от одесских рестораторов. Бесплатные. И, естественно, вы сможете ознакомиться с разными видами блинов, которые будут представлены на нашей площадке. В субботу 17 числа в рамках фестиваля пройдут казацкие забавы для детей. Пока это вся информация у нас на данный момент. Больше новостей смотрите уже в следующем выпуске. Увидимся в 16.00. Оставайтесь с седьмым. Будет интересно.